Со мной сейчас находится Юрий Алексеев, президент Союза Главартель и также посол Сан-Марина по особым поручениям. Юрий, скажите, пожалуйста, какие цели вы преследовали сегодня на выставке? У нас произошло знаменательное событие. Мы подписали с Национальной Ассоциацией Аптово-Распределительных Центров соглашение о взаимном сотрудничестве. Дело в том, что я представляю Большой Союз производственных кооперативов, и мы являемся такой опорой по организации труда на местах. И при создании вот таких проектов, которые реализует Национальная Ассоциация, а они создают по всей России Аптово-Распределительные Центры, это большое значение для развития территории, нуждаются в обеспечении кадровым вопросом. Мы организуем трудовые коллективы, ответственно, срок, качественная работа, заинтересованные люди в своем труде. Есть такая форма. Производственный кооператив главный артель помогает на местах все организовать. Скажите, пожалуйста, что вам понравилось на данной выставке и что вы подметили для себя? Очень много представлено наших фабрик, производителей, очень радует. Все действительно борются за качество, это видно. Ну, в общем-то, много экологических таких экологичных продуктов. Тоже здорово. Еще раз подчеркну, наша традиция работать через кооперацию артельно, это тоже большое имеет значение. Мы всем предлагаем обращаться и узнать, как можно правильно оформить документы, чтобы, может быть, даже свое предприятие переоформить в производственный кооператив. 41 ФЗ позволяет организовать предприятие, на котором даже меньше нагрузки административной, налоговой и так далее. А эффект получается большой. Люди счастливы на своем рабочем месте, взаимовыручка, взаимная ответственность. Международные компании более заинтересованы иметь отношение с кооперативами, так как это вообще определенный знак качества. Произведено кооперативом, произведено артелью. Это уже, считай, произведено ответственно, из хороших продуктов, с душой и сердцем. Поэтому всех призываю организоваться в производственные кооперативы. Но в России такой тенденции пока нет, преобразования? Или есть? Мы зарегистрировали глав артель, тенденция есть. Ответственно заявляю. То есть в дальнейшем будет только и расти? Абсолютно. Но я больше того скажу, что до Хрущева, который, будем так сказать, сделал большое препятствие по развитию производственных кооперативов, мы все знаем сельхоз, знаем потребительство, для артели он такую преграду сделал. Но в сталинские времена, до революции, это огромный-огромный пласт нашей истории, когда артели, производственные кооперативы составляли основу нашей вообще экономики. Так скажу, во времена Сталина, до 90% ассортимента продукции производили артели. Это одежда, игрушки, мебель, ну все, что не такое, не конвейерное. Оно все красочное, оно все яркое, оно все действительно хорошего качества. Всегда так было. Ну вот Хрущев там ввел требования к ЗОТО, национализировал все артели. Вот такой был сложный период. Сейчас у нас с 93-го года существует этот федеральный закон 41-й. Владимир Владимирович Путин, один из первых указов, вносил положительные уточнения. Вообще поправки идут, улучшающие жизнь для производственных кооперативов, для артелей. Поэтому времена расцвета еще впереди. 6% населения было занято вот такой производственной кооперацией. То есть правильно я понимаю, кооператив это не прошлое, это наше будущее? Абсолютно точно, именно так. Спасибо вам огромное. Кто-то называет это бирюзовые компании, там плоские структуры. То есть вот за рубежом по-своему это назвали и повсеместно стараются внедрить. Так что это наше будущее, а мы это знаем, потому что у нас это такая соборность, коллективизм, это в нашей душе. Там за рубежом только пытаются это постигнуть, а мы уже знаем это, потому что у нас в крови это все. Нас уже давно всему научили. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.